Рады, 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 светлые берёзы, И на них от радости расцветают розы. Рады, 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 тёмные осины, И на них от радости растут апельсины. То не дождь пошёл из облака, и не град. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Алексеич, всё. Загружены по самое некуда, яблок ещё полно. Что, совсем ничего? Нет никакой посуды, что ли? Ну кто же мог подумать, что такое урожай уродится? Ну что ж, свалю в силостную яму. Тамара, как там у нас прямой к Гончарову? Двадцать два, двадцать шесть, тридцать восемь. Так, двадцать два, двадцать шесть, тридцать восемь. Это, товарищи, заслуженный успех домашёвцев. Поздравим их! Двадцать шесть, тридцать! АПЛОДИСМЕНТЫ И мы не можем, товарищи, пройти мимо того факта, что домашёвцы опять план сделали на выработке яблочного вина и опять недопоставили государству по всем видам сельскохозяйственной продукции. Я считаю, что надо поддержать предложение о вынесении товарищу домашёву строгого выговора. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Алексеевич, ну кто же мог подумать, что такое урожай случится? АПЛОДИСМЕНТЫ Два восемьдесят шесть, четыре, тринадцать. Два восемьдесят шесть, четыре, тринадцать. АПЛОДИСМЕНТЫ Товарищи, мы с радостью сообщаем, что передовым хозяйством снова назван Домашёвский светлый путь. Поздравим их! И снова, товарищи, эти громкие показатели за счет продукции винной и значительной недопоставки по всем видам сельхозпродукции. Мы в ближайшее время переводим вас на соковое производство. Да я те же самые людям песни пою. Они ведь не хуже нашего знать, что промышленность не готова нас обеспечить. Ну вот я узнавал. На сегодняшний день Агропром не может перевести винное производство на соковое, даже на один процент. А где я возьму разливочное оборудование, емкость ассептического хранения, сепараторы, пастеризорторы через Министерство заказывать надо за год вперед, да еще триждать. Ну а сегодня-то я что буду делать, что? А я тебе не про яблоки говорил, не про яблоки. Ты мне дай то, чем я народ накормить могу. Ты мне дай партийную культуру, хлеб, мясо. А яблоки это, извини меня, не партийная культура. Яблочки это так, цацки. Мой поезд ушел. Не поверят мне люди. Виктор Алексеевич, ты ж молодой руководитель. Ты посмотри, какое время наступило. Твори, выдумывай, пробуй. Сейчас, понимаешь, все пишут. Повальный подъем государственной сознательности. Я теперь могу, не выходя из кабинета, знать о жизни района все вплоть до мелочей. Так, вот посмотри. Совет ветеранов колхоза Красной Пахарь. Сколько раз обращались и в правление, и в сельсовет, и никак не можем добиться, чтобы старому человеку отремонтировали калитку. Дальше про человеческий фактор, в свете решений. Там, понимаешь, полный колхоз молодежи. А они газету просят отремонтировать калитку ветерану. А вот еще одно. Ага. Уважаемые товарищи, мы просим уже который раз дайте нам возможность помогать нашим славным ветеранам, которые столько сделали в годы войны и мирного труда, и так далее, и так далее. Нет, ты чувствуешь, какой гражданственностью все пронизано, ведь ничего для себя. Лично. И знаешь, кто это написал? Так. От имени Совета Дружины Пионерской Организации, того же колхоза, Красный Пахарь. Ну неужели же мне отсюда лучше видно, чем вам там, на местах, как это раньше частушку-то пели, э-э. Сели власть, и на вышке управлять, понаслышке мы, мол, здешний сельсовет, наплевать нам на весь свет. Оп-оп-оп-оп-оп-па! Ах! Были когда-то и мы рысаками. На. Вы должны задавать тон, чтоб не получилось, что хвост виляет собакой, а не собака виляет хвостом. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 В нашей молодость был стальной порядок. Дрожили каждым гвоздем, потому что боялись. Вот именно, потому что боялись. Надо, чтобы у человека на всю жизнь внутри укоренилось. Тогда он не только на людях, один в поле будет идти, увидит в поле гвоздь поднимет и в дело его пустит. А ты сто раз заклани. Может, и научишь. Батя, так так медведи учат! Хозяина тайги. А в человеке разум должен вводить, расчет, а не дрессировка. Давай. Ой, бать, ты чего? Иди сюда, иди сюда. Ты стой, да терпи. Хозяйство вести не штанами трясти. Ты знаешь, как в России картошку вводили? Кнутом. И кафтаны надевали тоже кнутом. И бороды стригли тоже кнутом. А вот теперь она наша родимая картошечка, бульба наша дорогая. Попробуй, отыми ее у нас. Бать, а что у нас с зерносушилкой? Ну да. Вспомнила бабка, как девкой была. Да зачем она тебе нужна? А у нас и урожай-то, на бережку разложил он и высох. Запланированный не урожай, значит, да? А чего ты ухмыляешься? Что это для тебя новость, директор? Теперь придет новый человек. Надо бы ему помочь, поддержать. Трудно ему будет. Люди устали. Это кто устал? Это Леха устал, что ли? А человек ведь не от работы устает. От отношения к ней. Это не я так придумал. Так в народе говорят. Хоп!